В прямом эфире Вести Хакасия. В студии для вас работает Татьяна Донцова. Здравствуйте. И коротко о главных темах дня. Ледоход начался. Воды в реке Абакан немного, но сегодня пришлось взрывать еще один затор. Трезвый стиль вождения. Автоинспекторы объявили настоящую войну пьяным водителям. На сноуборде по луже. В Бертон-парке прошли необычные костюмированные соревнования. На реке Абакан начался активный ледоход. Накануне специалисты МЧС и гидромедцентра совершили вертолетный облет русла. Обследование показало, что паводковая обстановка в настоящее время опасений не взывает. Река находится в русле, воды в ней немного. На участках у Белого Яра и Абазы, где проводились превентивные взрывные работы, угрозы возникновения заторов нет. А вот у села Малой Арбаты образовалось большое скопление ледовой массы. Сплошное полотно растянулось на 6 километров, вплоть до Абазы. Вода пошла через дачные массивы по правобережью реки. И сегодня было принято решение взорвать этот затор в головной его части. Немаловажную роль сыграли прогнозы синоптиков. В ближайшее время ожидается повышение температуры наружного воздуха. Обильное снеготаяние повлечет за собой повышение уровня рек. И чтобы полностью исключить возможность подтопления населенных пунктов, расположенных по берегам Абакана, принято решение при помощи авиации взорвать затор. Добавлю, что на сегодняшний день уровень воды на реке Абакан в районе Абазы составляет около 185 сантиметров, до критической отметки еще более трех метров. Семь раз выезжали за сегодняшний день пожарные на тушение степных палов в разных районах республики. Жители Абакана напугало сильное задымление в районе подсиненских дач. Огонь практически вплотную подошел к огородам. В этот момент на некоторых участках уже работали хозяева. Они позвонили в 01. Дачники рассказывают, возгорание возникло на соседнем поле. А там целину уже который год осваивают приезжие аграрии. Люди уверены, пал спровоцировали именно они. В прошлом году так же самое было. Точно так же. Конечно, страшно. Мы боимся. Единственное, сейчас такое все сухое, как запылает, может же все. Ну это поджигают вот соседи. Корейцы. Для того, чтобы у них чисто было. Как выжить сельчанам в условиях вступления России в ВТО обсуждали делегаты второго съезда работников агропромышленного комплекса Сибири в Красноярске. В его работе приняла участие делегация Хакассии во главе с Виктором Зиминым. Рецепт успеха аграриям известен. Необходимо развивать глубокую переработку своей продукции, закупать новую технику и технологии. А для этого нужен целый комплекс мер, которые могут быть решены только на федеральном уровне. Делегаты съезда предложили выдавать сельчанам длинные кредиты на срок до 20 лет под проекты в сфере животноводства и переработки сельхозпродукции и другие меры господдержки села. Виктор Зимин, как председатель ассоциации «Сибирское соглашение», готов лоббировать интересы местных аграриев перед властями страны. Нам просто необходимо объединить усилия всех отраслей агропромышленного комплекса власти в решении вопроса дальнейшего развития села. В условиях членства России в ВТО и таможенном союзе. Как председатель совета Межрегиональной ассоциации по поручению съезда, по итогам работы я готов подписать документы в адрес органов власти Российской Федерации. Готов оказать всестороннее содействие в продвижении этих предложений на федеральном уровне. Апрель самый грязный месяц в году. И не только потому, что повсюду слякоть. Растаявший снег обнажил кучу мусора. Даже там, где их быть в принципе не должно. Но проблема актуальна весной для любого населенного пункта. Усть-Абакан не исключение, хотя отличия все-таки есть. Жители поселка утверждают, что самую большую стихийную свалку организовала местная администрация. Рассказывает Олеся Калиниченко. Гора из срезанных веток растет на местном острове отдыха с февраля. Территория прилегает к поселку. Тут отдыхают усть-абаканцы и приезжие. С одной стороны, срезанные деревья экологии не вредят. Но со временем здесь стали появляться и бытовые отходы. Поселковая администрация не отрицает. Это куча их рук дело. Ветки свозят сюда, а не на полигон, чтобы сэкономить бюджетные средства. Планируется сжечь эту кучу, ну и остатки вывезти уже на полигон по утилизации ТБО. Тем самым сократив расходы бюджета. Ну, соответственно, не надо будет тратиться на транспортные расходы. Власти говорят, так уничтожаются ветки уже не первый год. К началу лета на острове отдыха будет чисто, впрочем, как и в самом поселке. Но на улицах бороться с весенним мусором властям мешают местные управляющие компании. Контейнеры вовремя не вывозятся, мусоросборные площадки плохо чистятся. Мы уже в этом мусоре погрязли, как говорится. Мы здесь вот этим всем дышим. Вот сейчас начнется лето. Тут вообще мухота будет, вот такая мухота летать. Вонь такая будет стоять. Это ужас. Мусор вывозят редко, потому что не над чем. Основной жилой фонд Усть-Абакан обслуживает та управляющая компания, у которой нет собственного транспорта. За перевозку мусора платят третьим лицам, но платят нерегулярно. Отсюда и переполненные помойки. На сегодняшний день у одной управляющей компании задолженность перед обслуживающей организацией, которая имеет КАМАЗ и в силах вывозить эти контейнеры, составляет порядка 240 тысяч, у другой около 150. В планах администрации закончить уборку поселка к 1 июня. И здесь не помешала бы помощь местных жителей. Для этого не обязательно выходить на улицу с граблями и метлами. Достаточно не мусорить там, где уже чисто. 17 апреля в Абакане стартует предварительное голосование партии «Единая Россия». Так называемый «праймерис» будет идти в Хакаси до конца мая. А затем региональная конференция партийцев утвердит кандидатуры на выборы в Верховный Совет Республики и передаст список в избирком. Поводом к предварительному голосованию стали изменения в законе о выборах. Отныне депутаты Верховного Совета будут избираться не по вертикали, а по территориальным спискам. Отсюда и решение партии о проведении «Праймерис». Главная цель – определить людей активных, поддерживающих партийную политику и наиболее популярных у населения. На сегодня в списках выборщиков почти две тысячи человек. Из них чуть больше половины – это единороссы. Остальные – выдвиженцы от общественных организаций, таких как Совет ветеранов, Совет старейшин, хакасского народа, общество инвалидов. Сама процедура предварительного голосования – это именно внутрипартийный отбор. Партия должна, претендующая на участие 8 сентября в выборах депутата Верховного Совета, представить не менее 33 человек. Ну а более, как бы в данном случае не ограничено, и полагаю, что у каждой партии есть внутрипартийная какая-то своя процедура. Бюро, полицовет, какой-то коллегия, какой-то президиум, который принимает решение о формировании списка этих людей. Тотальную проверку водителей устроили республиканские автоинспекторы. Результат впечатляет. 75 человек сели за руль нетрезвыми. И это только те, кто попался на глаза полицейским. Чтобы усилить эффект, сотрудники ГИБДД намерены сделать подобные рейды традиционными. При этом не только в Абакане и окрестностях, а по всей Хакасии. Константин Гравцов продолжит. Десяток сотрудников ДПС. Такая картина, да еще и с утра в понедельник, как страшный сон нарушителя. Автоинспекторы четвертые сутки подряд проводят массовую охоту на нетрезвых водителей. Результат налицо. 75 человек за рулем в состоянии опьянения. Подобные массовые вылазки, говорят полицейские, теперь станут регулярными. Притом в самых разных и неожиданных местах. Останавливают инспекторы абсолютно весь транспорт. Если у водителя порядок с документами и отсутствуют признаки опьянения, то он продолжает движение. Процедура занимает не более минуты. Если же у полицейских возникает подозрение, что человек находится в нетрезвом состоянии, ему предлагают пройти процедуру освидетельствования. Автоинспекторы добавляют, зачастую пьяная авария совершенно нелепа и случается буквально на ровном месте. Вот в центре Абакана водитель иномарки снес железобетонную мачту. Мужчина в больнице с тяжелой травмой головы. Трасса Абакан-Акдавурак. Нетрезвый пенсионер на джипе вылетел навстречу. В результате машины в смятку участники ДТП получили разные травмы. Однако сам виновник не пострадал. А рулевой этих «Жигулей» накануне трагически погиб. Молодой человек управлял машиной уже, будучи лишенным прав. Действия того же алкоголя широко известны. Затормаживается реакция, уходит четкость, значительно меняется восприятие окружающего мира. Эксперты говорят, здраво оценивать ситуацию под градусом практически нереально. Поэтому разумный водитель, будучи пьяным, наверняка не сядет за руль. И не потому, что наказание за это сейчас довольно суровое. Разумный водитель в первую очередь думает о безопасности своей и окружающих. Ведь на кону может оказаться чья-то жизнь. Константин Кравцов, Сергей Казнин. Вести. Хакасия. До единого дня голосования в республике осталось 4 месяца. Но предвыборная борьба, похоже, уже началась. Подтверждение тому субботний митинг КПРФ. Тему коммунисты выбрали производственную. Открытие Оршановского разреза. Лозунги постоянные. О безответственности граждан. На митинг людей зазывали в течение нескольких дней. Ездили с флагами в самом Аршаново, Белом Яре и в Абакане. Однако вспомнить былое и походить по площади с транспарантами согласились немногие. Всего около сотни человек. И контингент все тот же. О своем несогласии с мнением экспертной экологической комиссии заявили в основном пенсионеры. Разогревали толпу лидеры местного партийного отделения. Товарищи, кто желает выступить? Микрофон сегодня открытый. Кто желает выступить против строительства Оршановского разреза, пожалуйста, подходите. К середине митинга настроение ораторов поднялось. Они заметили, что народ прибывает. Но, как оказалось, со стороны стали подходить случайные прохожие. Я считаю, что людям нужны рабочие места. У меня такая точка зрения. Разрезов у нас много, а не больше, а не меньше. Мне кажется, это повлияет сильно. Впереди у нас в сентябре выборы, наверное, людям надо просто пропиариться, возможно, и все. У меня такая точка зрения. Просто живут они в Абакане, далеко от Оршанова, и их вообще, я думаю, мало интересует. Очередной митинг протеста – ничто иное, как политический ход. Так прокомментировали субботние выступления на разрезе Оршановский. Угольщики уверены, что все обвинения в экологическом вреде нового предприятия надуманы. И больше терпеть такие претензии не намерены. С руководством разреза сегодня встретилась Ольга Стельмах. Партийные активисты Хакасии решили сыграть на экологической теме и заработать себе предвыборную репутацию, уверено руководство разреза Оршановский. Вот только с объектом для обвинения ошиблись. Надуманные цифры и угрозы в адрес разреза, уверяют специалисты, никакой почвы не имеют. Экологические последствия от деятельности нового угольного предприятия «Разрез Оршановский» сведены к минимуму. Это подтвердили 24 эксперта. Опровергли угольщики и главное обвинение – якобы предприятие загрязнит воду. Между тем, современные технологии очистки разреза позволят на выходе получать воду, пригодную для рыбохозяйственных нужд, а это самый высокий показатель качества. Опасения, касающиеся экологии, они абсолютно беспочтны. Экспертное заключение, которое мы сейчас получили, за последние годы, это единственное, которое сделано по всем канонам. Здесь вместе сведены экспертизы промышленности, воздуха и экологии. После запуска разреза угольщики планируют вести собственный экологический контроль, постоянный мониторинг состояния окружающей среды. Свою безопасность разрез Оршановский подтвердил положительным заключением госэкспертизы. Сегодня это главный аргумент угольного предприятия, который планирует работать в районе села Оршаново. Ну зачем говорить напрасно то, чего нет в самом деле. Сейчас я дал задание юристу своему, чтобы изучить это все, и вранье должно наказываться. Поэтому изучаем этот вопрос, чтобы обратиться в народный суд. Ольга Стельмах, Алексей Голубев, Вести Хакасия. Абаканские райдеры устроили для жителей Хакасии экстремальное шоу, какого в республике раньше никогда не было. Минувшую субботу на горе Самохвал прошел Пингвинфест. Это костюмированные соревнования. Их смысл в том, что участники должны на сноуборде, разогнавшись по снегу, проехать по луже. Всего набралось 18 смельчаков. Как это было, смотрим без комментариев. Вода теплая даже как-то понравилась. Сейчас надо еще прогрессировать, сейчас надо что-нибудь крутануть. Холодно в первый момент в воде, когда выстегиваешься из доски, а так нормально. Будет что потом в жизни вспомнить. И это все на сегодня. Приятного вечера. Смотрите «Вести». Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok